2001 год. Первая группа инвалидности. Врачи поставили страшный диагноз – дистрофия мышц. Все, меня в общем поставили этот диагноз и сказали смириться и в общем ездить домой. Тут уже ничего не остается, как уже дождаться конца. Но Евгений решил бороться. Несколько раз прошел лечение стволовыми клетками в Новосибирской клинике. И свершилось чудо. Мужчина вновь набрал вес, научился вставать на ноги, писать и даже играть на гитаре. В России узаконили лечение стволовыми клетками закона о биомедицинских клеточных продуктах, утверждение которого все научное сообщество добивалось несколько лет, наконец принято и уже подписан президентом. Теперь разработки ученых в области самой перспективной сферы медицины дойдут до пациентов. Лечение стволовыми клетками уже давно предлагают многие российские клиники. Как правило, их используют для борьбы со старением. Только официального разрешения для этого до сих пор не было. Врачи работали с согласия пациентов, а они, в свою очередь, осознавали риск прокола. Хотя колоть в косметических целях – это все равно, что стрелять из пушки по воробьям, считают ученые. У биомедицины и клеточных технологий задачи глобальные. Главные новости, о которых сегодня говорят. О нашей сюжете про парня, который стал инвалидом в армии. Житель Кизилы Евгений Аминов прошел закалку Северным Кавказом. Однако сильного мужчину победила страшная болезнь. Но сдаваться перед недугом он, как настоящий воин, не намерен. Подробности в нашем следующем репортаже. Дембельский альбом. На снимках крепкие парни из танковых войск на Северном Кавказе. Среди них и Кизиловец Женя Аминов. Солдатская выправка и уверенный взгляд. Все это осталось только на фото. Сегодня Евгений Аминов – немощный инвалид. Без помощи друзей самостоятельно не может перебраться даже в свое инвалидное кресло. А все началось 17 лет назад. Еще в армии парень очень сильно похудел. Я, так можно сказать, отгулял дембель и чувствую, что уже ходить просто было сложно. Один прекрасный момент. Я просто зимой вышел. Я зимой приехал с армией. Вышел в отвор, подскользнулся, упал и не смог встать. И начались у нас эти мытарства по больницам. 2001 год. Первая группа инвалидности. Врачи поставили страшный диагноз – дистрофия мышц. Все, меня, в общем, поставили этот диагноз и сказали смириться. И, в общем, ездить домой. Тут уже ничего не остается. Как уже дождаться конца? Дождаться конца. Но Евгений решил бороться. Через суды доказал, что именно в армии медики проглядели развивающиеся заболевания. На полученную компенсацию от государства несколько раз прошел лечение стволовыми клетками в Новосибирской клинике. И свершилось чудо. Мужчина вновь набрал вес, научился вставать на ноги, писать и даже играть на гитаре. В больницах вообще разводят руками. С таким диагнозом долго не живут. А Евгений уже 15 лет успешно борется со своим недугом. Лечение дорогостоящее. Поэтому взрослый, когда-то сильный мужчина, вынужден просить финансовые помощи у неравнодушных людей. Ведь в нашем 21 веке таким людям, как Евгений, для того, чтобы победить болезнь одной силы воли, недостаточно. Дмитрий Сидельцев, Евгения Кокшарова, Сергей Коленник. Новости на ТНТ. Не хочу говорить, конечно, последний мой шанс или что туда попасть. Дорогие телезрители, давайте объединимся и поможем нашему герою попасть в Москву. Тогда станет возможным эффективное лечение. Многое было переосмыслено и многое предстоит впереди. Давайте молиться за этого юноше и верить, что с Божьей помощью ему удастся пройти это испытание. С этим может столкнуться каждый человек, каждая семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова